Давление со стороны органов проходило каждый раз, как только они приходили либо в отделение разбираться, либо я была на Серебряниковской в самом отделении. Но 26 мая просто был какой-то шок на самом деле. То есть я никогда не скрывалась, я наоборот очень ценный свидетель. Я всегда шла навстречу всему этому расследованию, помогала собирать все материалы, помогала в установлении личности при просмотре видеокамер. То есть я вообще не поняла, как такое возможно. Когда я понимала, что на работу я опаздываю, я попросила просто оперативников связаться с моими коллегами, потому что телефоны у них есть, и предупредить, что я на работе не появлюсь, и связаться с моими родными, чтобы они не переживали. Далее у меня находилось в управлении целый день, и мы со свидетелем, со следователем просматривали мой телефон, то, что мне изъяли планшет, мои личные вещи. Обыск был очень поверхностный, то есть я понимаю, им даже, ну, они знали, что ничего у меня нет. То есть это просто какая-то показная игра была, или эксперимент, который хотели в очередной раз надо мной поставить. Меня пригласили в комнату, где был уже следователь с адвокатом, которого они назначили. Адвокат пояснил мне, что сейчас я должна буду проехать в изолятор временного содержания, а далее минимум на два месяца меня повезти от СИЗО. Мой вопрос, как, почему, мне никто ничего не ответил. Все, надели наручники и повезли. Я вообще до последнего думала, что, ну, может, это какая-то шутка, что просто как бы надавить, чтобы я что-то сказала, потому что они каждый раз спрашивали, ну что, ну что, плохо тебе? Ну, то есть как бы, ну, старались надавить, что я что-то скажу. Но я не могу клеветать ни в сторону своих коллег, ни в свою сторону. То есть потому что я знаю, что этого с нашей стороны точно не было.